Да. Вот разбираем предложение. Теперь английское. Отдельно. Ва вместе да. Ты да. Инвойс. Да инвойс. Да инвойс. То есть невозможно прочитать предложение английское сходу правильно. Особенно длинное. Это диктор не умеет. Нужно охватить его все глазами. То есть нужно потренироваться, считать длинные предложения, что мы будем делать на курсе делового английского. Много-много часов. The invoice is a list of goods that have been. That have been. That have been. That. T-H-A-T. Have. H-A-B-E. Been. B-E-E-N. А вместе считается так. Did have been. Did have been. Supplied a work или работа. Отдельно считается. Or. Отдельно считается. The work that has been done. Которая была сделана или делается. That has been. That has been. That has been. Показываю. Демонстрирую. Showing. How much. Ты должен. You owe. Ты должен. You. Отдельно. Or. У. Отдельно. For. Отдельно. Them. Вместе. The invoice. The invoice. Можно пафосно произнести. Это я вам с позиции дикторской говорю. Вот я на текст смотрю. И я вижу гораздо больше вариантов произнесения, чем любой человек. Почти любой. The invoice. Is a list of goods. That have been supplied. That have been supplied. Которые поставлены. That have been supplied. Закончилось тематически. The invoice. The invoice. Загружаем мозг. Длинное предложение. Чтобы мозг начал его обрабатывать. Если мы не доведем материал до ума. Когда я говорю, нужно за мной повторять, кстати. The invoice. Пытаться. The invoice. Сейчас я просто побыстрее разбираю, чем обычный. Раз, так, 10. Поэтому повторять сложно. The invoice. Is a list of goods. That have been supplied. That have been supplied. The invoice. Is a list of goods. That have been supplied. A work. That has been done. Showing. Showing. How much. You owe. For. Them. A work. That has been done. Showing. How much. You owe. For. Them. It's a licon. The invoice. Is a list of goods. That have been supplied. A work. That has been done. Showing. How much. You owe. For. Them. Это вот такая нормальная средняя скорость. Для того, чтобы понимать. Это все построение процессора. Достройка. Достраивание процессора в русском языке. В родном языке. В любом. И одновременно. Если вы достраиваете что-то в родном языке. Умеете излагать, например. Или писать диктанты. Значит, вы можете научиться писать диктанты в английском. То, что. Мозгу не важно, с каким языком работать. Если вы просто маугли. Значит, все, что вы можете сделать. Это выучить. Научиться. Только одному. Стилю речи. Плохо понимать. И плохо говорить. Как маугли. В любом языке. То есть, у вас база нехорошая. У вас процессор не построен. Дальше. И потом снова читаем на русском. Снова читаем на английском. Как у меня идет в разных моих курсах. Next. Yes, I don't have it. Add better. Add better. Add better. Add better. Cheese. Press on. Я лучше. Не буду заниматься ничем еще. Это и есть слово часть. Это экономное такое. Экономный английский. Я лучше. Add better. Press on. Продолжу. Продолжу. Ну, если применить так к работе, конечно, press on. Если применить так к винограду, то выдавливать виноград. Естественно. Выдавливать сок из винограда. Как челентаны выдавливают. То есть, все идет ситуативно. Это и есть двусмысленность английского языка. Продолжу. Press on. On the grapes. Виноград. Add better. Just press on. Add better. Just press on. Add better. Just press on. I'd better just press on. I'd better just press on. Я лучше продолжу работать. Я лучше продолжу работать. То есть, нужно найти такую не фальшивую нотку. Я лучше. Я лучше продолжу работать. Не пойду я ни курить, ни отдыхать. Я лучше продолжу работать. Если вы так не говорите на русском языке, эквивалент английский тоже не сможете освоить. Вот это add better, а я бы лучше, да, его построить в непокой дурацкой таблице грамматическое невозможно. То есть, это просто калькируется. Калькируется за счет чего? За счет постепенного улучшения, улучшения произнесения, использования для этого мыслей для запоминания мышц рта и сегментации того, что вы читаете. Ну, а также подключая запись. Если вы это еще перепишете, это будет забыть невозможно. И на русском, и на английском. Так построена моя программа интеллектуальной машинописи TypeRise. То есть, сначала человек за 4 часа осваивает английскую машинопись без ошибок. Ошибки программы запрещают делать. То есть, будете начинать сначала отработать с отработкой каждое слово, пока не напишете его без ошибочек. Потом 2 часа на русском, а потом 2 часа русско-английский, англо-русский и проблем нет. То есть, получается то, о чем я пытаюсь сказать. Когда человек впервые понимает, что он только что напечатал без ошибок, не путаясь, что-то на английском, и тут же, это же на русском произнес, мгновенно возникает ситуация, при которой вы видите, что вы билингвальны. Это и есть то, о чем я пытаюсь рассказать. Билингвальность создается с переписыванием параллельных текстов, хорошего качества и с хорошим качеством. По какому-то образцу. И лучше всего стандартными движениями. Если рукой, то каллиграфическим почерком, можно по трафарету, как угодно. А если на клавиатуре, то плавными движениями. Тоже легатура. То есть, движение клавиши осуществляется не вот так, а медленно. You, палец на место. Are, палец на место. I, палец на место. Ясно, да? Вот, в принципе, вы теперь довольно быстро, в течение какого-то часа, я говорю о новичках, приобщились, мои студенты уточнили, все-таки, наиболее лучшую схему усвоения и изучения совершенствования двух языков. Потому что лучше все-таки создать. Не нужно сначала это сделать, потом то. Давайте сразу. Билингвальность и все. То есть, тот навык, который отсутствует у других людей и который присутствует у аристократов.